125 лет со дня рождения Александра Грина Леонард Постников решил отметить по-особому. Единственный в России пятитонный монумент по распоряжению основателя музея на днях поменял место нахождения. Теперь памятник красуется возле речки Архиповка. Такой памятник, полный рост из гранитной глыбы, которую мы нашли под Екатеринбургом. Пятитонный памятник. Это единственный в России. Открыли памятник воспитанницы Огонька Настя Ведерникова и Юлия Шумихина. Девочки занимают призовые места не только в спорте, но и недавно победили в конкурсе рисунков по произведениям Александра Грина. Признаются, что это было намного легче, чем открывать мемориал. Нам сегодня позвонили и сказали, что мы будем открывать. И как бы сразу страшно стало. Чувствовала, я волновалась так, что я ничего не сделала, но у меня получилось. Гостей в этнографическом парке Леонард Постников собрал немало. Здесь поэты, барды, известные писатели. Поэт Анатолий Гребнев приехал в святки. Рассказал, что на его родине Грину есть памятник. Правда, в отличие от нашего, он стоит на волнах и намного меньше. В культурно-этнографическом центре Анатолий Гребнев не в первый раз. На мероприятии он открыл портрет писателю. У меня нет стихов, посвященных Грину, но вот сейчас вот в машине, пока я ехал, вот такой экспром. «России ширь, небо зримо, и всюду бьет душевный свет. Из вятки, с набережной Грина, вам чисто вляне, мой привет». Первое приглашение Леонард Постников отослал в Пермь Роберту Белову. Правда, на торжество лидератор немного опоздал. Огорчился, что не стал свидетелем открытия. «Я уже езжу туда, куда меня душа бросит. Винные места не езжу, включая забугорные. Ваш город я давно люблю, очень давно». Одними из первых на праздник приехала семья Абрамовых. И не случайно Борис Михайлович перечитал всех пермских писателей. Хотел познакомиться. Видеть и общаться с акулами пера ему еще не приходилось. «Приехал, потому что здесь можно живьем увидеть всех писателей, которых и поэтов наших пермских. Вот Старкова я много читал, люблю Старкова, а живьем его не видел. И сегодня предоставилась такая возможность посмотреть, увидеть его живьем». Теперь день рождения Александра Грина на огоньке будет отмечаться ежегодно. Уже в следующем году юные любители творчества Александра Грина здесь будут получать награды.